В общем-то, в двух словах анамнез пациентки тогда. Пациентка молодая, 80-го года, болеет она, что важно, с июня 21-го года. Это потом будет важно для дальнейшей тактики. Собственно, при обследовании выльно-опухоль... Владимир Сергеевич, ну вообще ладно, давайте, продолжайте, извините, пожалуйста. Да, и опухоль гистологически верифицирована, это уротериальный рак high-grade. И, собственно, задается вопрос, что делать из обследования в данном случае. Ну, мы, естественно, предлагаем выполнить, так как морфология уже есть, МРТ таза с контрастированием и при подозрении на инвазивный рак сразу выполнить КТ грудной и брюшной, также с контрастированием. Ситологию мочи вы не будете делать? У нас есть уже гистологическое заключение, я думаю, что в таком случае как бы можно это опустить. То есть дальше, значит, пациентке было выполнено МРТ с контрастом, и по данным МРТ имеется инвазия в паравизикальную клетчатку. Мы на этом этапе уже предложили, то есть речь идет о клинической Т3БН0М0, и предложили бы провести неодювантную химиотерапию, 3-4 цикла цисплатин содержащую, и с последующим выполнением радикальной цистоктомии с лимфоденоктомией тазовой. Можем вам вопрос сразу задать? Но ведь у нас по первичной гистологии не было описания инвазии в мышечный слой. Вам было бы достаточно данных МРТ о инвазии без подтверждения гистологической инвазии для назначения неодювантной химиотерапии? Если бы у нас была диагностика, допустим, Т2 и Т3, то есть был бы спорный случай, тогда бы мы бы, наверное, сделали тур с целью подтвердить инвазию. Если же у нас по МРТ есть явные признаки инвазии в паравизикальную клетчатку, я думаю, что в данном случае можно ориентироваться на данные лучевых методов. Ну вот я, может быть, буду вредный для наших онкоурологов, но я даже если у нас по МРТ есть инвазивный процесс, даже с глубокой инвазией, я всегда их прошу сделать тур опухоли, и чтобы у нас было гистологически написано, что опухоль мышечно-инвазивна. Но это вот моя позиция, потому что у нас, наверное, мне кажется, что по МРТ, ну а почему вы не исключаете, что вот эти данные – это какие-то остаточные явления после первичной верификации этого образования в неспециализированном учреждении, и это не истинная инвазия, может быть, там какие-то послеоперационные, после тур изменения. Вы вот в них так на 100% уверены? Ну, 100% не бывает, поэтому я говорю, если, конечно, спорные случаи, мы, ну и у нас есть сомнения, да, то мы стараемся подтвердить тоже морфологически с помощью тур биопсии, так называемой, к примеру, да. Вот, если же, как бы, явно, ну, бывает выход, ну, как, объясните, бывает картина, когда там прям, ну, опухоль с накоплением контраста выходит там на 5 сантиметров в клетчатку, и как бы сомнений ни у кого не остается в таком случае мучить пациента дополнительной манипуляцией, к тому же с сомнительным исходом, потому что если мы имеем явные признаки Т3Б с массивным выходом за пределы органа, этот тур может закончиться экстренной цистектомией уже без всяких одюантов. Понятно, Мария Владимировна, а Вы без гистологической инфекции мышечной инвазии будете начинать новодевантную химиотерапию? Практически никогда, то есть стараемся добиться получения мышечной инвазивного рака мочевого пузыря. Бывает, за редким исключением, там, на моей памяти это было пару пациентов, у которых, несмотря на три проведенных тура и визуально по МРТ картину глубокой инвазии, постоянно приходят мышечные инвазивные рака мочевого пузыря. Так обычно стараемся подтвердить мышечную инвазию. Да, у нас вопрос был. Это даже большие вопросы, комментарии к первой верификации. А у нас вообще нет данных, в ходе чего была выполнена верификация. То есть это или была холодная биопсия, или это тур. Просто здесь есть описание цистоскопии с последующим гистологическим исследованием. А потом, да, и только потом уже, после, получается, у нас была выполнена верификация посредством трансуретральной резекции. Но это была тур в неспециализированном учреждении, по сути, тур биопсия. То есть это все-таки была тур биопсия? Да. Ну, все-таки я вот не соглашусь. Если мы, опять же, имеем... Если у нас Т2, мы подозреваем мышечную инвазию, чисто Т2 ставим клинические, то тогда, конечно, мы в 100% добиваемся подтверждения морфологического. Если мы видим Т3Б, вот я говорю, 5-сантиметровый выход. Зачем тогда тур? Там мы можем сделать биопсию под УЗИ, контролем трепан-биопсию просто из-за пузырного компонента. Никто не отменял потом имплантационные метастазы, потому что... Я понимаю, но здесь у нас речь идет о Т3Б, то есть изначально. То есть это инвазивный, местно распространенный рак мочевого пузыря. То есть, ну, как бы, понимаете? То есть тут речь о том, что вся эта манипуляция, она затянет только время. А как бы, ну, наши МРТ-специалисты достаточно уверенно выставят диагноз, если речь о Т3Б именно. То есть Т2, я согласен, то есть мы обязательно таких пациентов делаем турбиопсию, потому что когда у нас сомнения Т1 это или Т2, то есть тут можно легко достаточно ошибиться, если же это Т3, ну... Можно, я, наверное, замешаюсь немножко таким образом. Я считаю, согласен с тем, что в большинстве случаев мы должны верифицировать, подтверждать множество инвазии. Нужно это делать. Другой вопрос, что да, есть в ряде случаев, когда четко мы видим Т3Б, Т4, когда не нужно. Когда у вас Т1, Т2А, мышечные инвазии, как правило, приходят, скажем так, случайно. Не то, что случайно, мы ее не ждем, мы ее получаем по факту, хотя исходно у нас был Т1. Как правило, Т2А, как правило, приходит так. А все остальное, Т2Б, Т3А, я вот не задал вопрос, к сожалению, сегодня на первом докладе, в каком, там, при высокой чувствительной специфичности методов МРТ, как все-таки часто можно различить, допустим, Т2Б и Т3А, или там Т2А, Т2Б. Я думаю, что все-таки не такие высокие цифры чувствительной специфичности будут у метода МРТ, и клинически поставить этот диагноз практически невозможно. Может быть, это не имеет глубокого практического значения, но, тем не менее, иногда это важно. Когда особенно обсуждаешь вопрос неоводиуантной химиотерапии, кто-то говорит о том, что при Т2 не нужно проводить неоводиуант. Поэтому, собственно говоря, я считаю, что подтверждать согласие здесь, что нужно подтверждать мышечную инвазию, но в ряде случаев, может быть, это нечасто должно быть и не должно быть правилом, когда мы видим большую опухоль действительно с инвазией, грубо говоря, в переднюю брюшную стенку, тогда, может быть, и этого не обязательно. Да, вот. То есть, ну, пациентке была выбрана тактика, была выполнена тур мочевого пузыря и верифицирована, да, с инвазией мышечный слой, то есть, инфильтративная карцинома G3 с инвазией в мышечный слой. То есть, подтверждена была инвазия. И, то есть, пациентке, опять же, что у нас вызвало вопрос, вводился доксорубицин после этого вмешательства. Если это было вмешательство со стелью подтверждения инвазии, то, наверное, это делать не нужно было. Я имею в виду однократная химиотерапия, внутрипузырная. Вот. Дальше пациентка была обследована, и вот на этом этапе ей было предложен неодювант. Вот. Было проведено 4 цикла химиотерапии, гемоцитабин, цисплатин, и выполнена радикальная цистоктомия с формированием ортопического пузыря. Тут вот в чем вопрос. Все-таки, наверное, после химиотерапии надо было провести контрольное обследование МРТ, там, как бы в плане ответа опухоли на проводимую химиотерапию, да? Вот. Это раз. И второе. То есть, от начала заболевания на момент операции уже прошло 9 месяцев. То есть, включая... Был МРТ-контроль перед операцией был, безусловно. Здесь просто это не указано. Сокращенной формы. Но, безусловно, там было МРТ-контроль. Ну, суммарно, то есть, то, что нам не понравилось, то, что прошло 9 месяцев, то есть, это, как говорил Александр Михайлович до этого, желательно в течение трех месяцев пациент должен получить хирургическое лечение радикальное, да? То есть, иначе это ухудшает прогноз. Вот. И так, мы получили... Да, и вот тут вот на слайде указано, я так понимаю, гистологические особенности опухоли, что в первичном опухолевом материале определялась глондулярная дифференцировка и карцинома инситу. Вопрос к вам, к залу. Как вы считаете, при подобном варианте типе рака мочевого пузыря, оправдано ли применение неодевантной химиотерапии? Возможно, для таких пациентов сразу стоит применять радикальную цистектомию и не затягивать время на химиотерапию? Или все-таки она чувствительна к химиотерапии? Ну, здесь получается, что мы уже получили карциному инситу уже после цистектомии. Это уже после карциномии. Давайте не будем питать иллюзии. Мы на трансцентральной резекции просто ограничены объемом материала, и эти участки не попали. То есть, она не возникла в процессе неодеванта, потому что, если мы говорим о первичном инфильтративном уротелиальном раке, условно первичном инфильтративном, то наиболее часто его, так сказать, прекурсором является именно карцинома инситу. Это просто картинка, которая подтверждает, что в данном конкретном случае так и было, просто эти участки не попали в тур. Ну, просто на тот момент... Это еще раз к тому же, что лучше забирать хорошо и широко, для того, чтобы иметь верификацию диагноза и правильную верификацию диагноза. Чем больше, чем больше у нас будет более подробный ответ при туре первичном, тем более, больше, опять же, нам будет понятно, нужно ли проводить неодевант. Тем не менее, мой вопрос прежний. Гландулярная дифференцировка, химиотерапию неодевантную стоит проводить с исплатином или нет? Возможно, в данном случае стоило, так скажем, сразу начать с хирургического лечения. Вот в чем дело. Либо выбрать какой-то другой неодевантный режим, то есть там иммунотерапия, к примеру. Но иммунотерапия у нас в неодевантном режиме пока что не одобрена, и это все идет пока что в рамках клинических исследований. Марк Игоревич, а Вы смотрите на гистологические ипотипы, то, что приходит в гистологическом заключении перед неодевантным лечением? Мы, безусловно, смотрим то, что там приходит. Но вот гландулярная дифференцировка, наверное, все равно бы начали с неодевантовой этой пациентки. Не пошли бы сразу первоначально на... Все-таки молодая женщина с Т3 опухолью есть желание все-таки каким-то образом повлиять на эту опухоль до радикальной цитоктомии. Ну, как видим, по результатам, то, что мы получили после неодеванта и цистоктомии, каких-либо признаков лечебного патоморфоза у этой пациентки не наблюдалось. Да, ну это интересно, Анна Сергеевна, что скажет. Если честно, вообще любая гитерологическая дифференцировка это фактор более высокой агрессивности образования. Помимо того, что мы можем с вами обсуждать варианты ответа на предоперационную терапию, и, конечно, когда будет больше опций на дювантных, это может быть фактор, который будет модифицировать состав на дювантных режимах, но на сегодняшний день к гитерологической дифференцировке, в том числе и гландулярной, нужно относиться как к дополнительному фактору более агрессивного течения заболевания, и, на мой взгляд, это в пользу выбора предоперационного системного воздействия в большей степени. Ну и давайте еще раз оставим точку на ды. Все-таки диагноз звучит уротелиальный рак? Беспорно. Если диагноз звучит мышечный анавазимный уротелиальный рак, независимо от дифференцировки, на данный момент мы должны проводить неодевантную химиотерапию. Другой вопрос, что да, у нас сейчас есть консенсусная молекулярная классификация, и, может быть, что-то мы когда-то в будущем, у нас будет, действительно, мы будем делить на эти, на подтипы, согласно этой классификации пациентов, кому-то не проводить неодевант. Но если диагноз звучит уротелиальный мышечный анавазимный рак, значит, нужна неодевантная химиотерапия. Да, в этом случае мы не получили лечебный патоморфоз. И тут есть еще один нюанс, потому что если мы будем говорить о международных рекомендациях при портингу, то доля гетерологической дифференцировки в опухоли должна быть указана. То есть, чтобы это не было, просто там есть какая-то глондулярная дифференцировка, потому что в этом конкретном случае доля глондулярной дифференцировки менее 5%. То есть это вообще фактор, который не модифицирует в этом виде подход к лечению, потому что основная масса опухоли – это high-grade уротелиальная инфильтративная карцинома, но вот с такими особенностями, которые позволяют предполагать ее более агрессивное биологическое поведение. Если бы даже доминировал глондулярный компонент, на самом деле все равно бы заключение было сформулировано как уротелиальная карцинома. Потому что если мы с вами возьмем гистологическую классификацию, то вот эти вот виды гетерологической дифференцировки – это вариант метаплазии, то есть трансдифференцировки фактически или какого-то гетеродифференцировки в уротелиальном раке. То есть это биологически исходно опухоль уротелия, которая развивается из уротелия. Но чтобы мы понимали, что любые опухоли – это не какая-то гомогенная масса. Они всегда представляют собой спектр проявлений. То есть наличие гетерологической дифференцировки – это одна из границ спектра. И мы можем смещаться в пределах этого спектра довольно широко. Поэтому имеет смысл долю дифференцировки гетерологической указывать. К сожалению, нет российских рекомендаций по репортингу, поэтому нельзя обязать людей это делать. Но в принципе, если вы с такими заключениями сталкиваетесь, и вы задумываясь над тем, как это повлияет на вашу тактику, имеет смысл у патолога уточнить, какова доля этого компонента. Потому что минорный компонент – это просто индикатор больше пластичности опухоли, ее подверженности таким изменениям, чем индикатор того, что это другой гистологический тип. То есть для того, чтобы поставить аденокарциному мочевого пузыря, мы должны иметь аденокарциному мочевого пузыря в 100% площади образования. Чтобы поставить плоскоклеточный рак, у нас не должно быть даже толики уротелиального рака. Потому что первичный плоскоклеточный рак, на самом деле, в нашем регионе, в нашей популяции – это казуистическая редкость. Но выраженная плоскоклеточная дифференцировка, субтотальная плоскоклеточная дифференцировка может встречаться в уротелиальных карциномах. И это, безусловно, повлияет на ответ этой опухоли и на системную терапию, и на ее течение даже при использовании локальных методов контроля. Поэтому я понимаю, что тяжело разобраться в этих розово-фиолетовых картинках. Но даже в ситуациях, когда недоступна молекулярная классификация, которая, казалось бы, должна упростить как-то вашу жизнь, даже вот эти картинки могут дать вам очень много информации, если попытаться ее из них извлечь. Это непросто. Анатолий Кузьмин говорит о том, что обязывайте ваших морфологов отвечать вам максимально, приставайте к вашим морфологам максимально. Тогда вы получите больше информации, и, возможно, это повлияет на клинический статус. Патологи тоже дали люди. Если они не понимают, зачем им писать лишнее, а вы им не сказали, что вам нужно, чтобы они это написали, они не будут писать лишнее, поэтому вы будете получать аденокарцинома точка. А если вы будете действительно их теребонькать и говорить, сколько там процентов гондулярной дифференцировки, то, скорее всего, даже в своих локальных учреждениях вы достигнете прогресса и повысите качество и информативность заключений. Спасибо. Давайте дальше, потому что там время совсем чуть-чуть. Так, значит, дальше из особенностей была определена экспрессия PD-L1, и она была менее 5%. То есть тоже так вот. И пациентка была отправлена под наблюдение, насколько я понял, под динамическое. Хотя, возможно, при таком неблагоприятном течении отсутствие патоморфоза, гондулярная дифференцировка, карцинома ин-ситу, может быть, стоило рассмотреть вариант и адюванта после операции. Вот. При этом пациентка наблюдалась, и спустя 9 месяцев у ней были отмечены множественные метастазы в легких и лимфоузлы грудной клетки. То есть мы бы предложили, ну, мы с коллегами бы посовещались, наверное, все-таки реиндукцию на основе цисплотина с переходом на поддерживающую ВЛМАП. Несмотря на то, что не было эффекта в неодеванте на фоне химиотерапии на основе цисплотина. Ну, вот у нас тут двойственное, так скажем. Маркович, вот есть, допустим, рак желудка, да? Лечат и проводят схему флот. Потом выполняют, ну, 4 курса. Потом выполняют гастроктомию, ну, или резекцию желудка. И при независимости от лечебного патоморфоза, вне зависимости от стадии, проводят еще 4 курса флота. И доказали, что есть эффект. А почему же мы не можем так же пойти, вот как Владимир Сергеевич подогнал? Ну, это вот, да, это одна из сложностей, которая была в этом кейсе. И вот насколько мы можем полагаться на вот этот, так называемый, лечебный патоморфоз в опухолях после проводенного лечения. Мы знаем, например, что для рака молочной железы это принципиально. Но вот для других опухолей, по сути дела, это не было показано, что это носит такой же принципиальный характер. Ну, вот нет у него в неудиванте, не было, точнее, да, какого-то патоморфоза в опухоли. Является ли это основанием для отказа от наиболее эффективной первой линии лечения у этой пациентки? Это большой вопрос. Ну, вот вы, я так понял, склоняетесь больше к... Да, мы бы, вот, так скажем, выбрали такую тактику. Единственное, что, опять же, я об этом сказал вначале, нам не хватает данных предоперационных после четырех циклов. То есть патоморфоз – это то, что пишут морфологи. Но у нас еще есть клиническая же информация. То есть, какой ответ был по... То есть, если мы видим, что нет патоморфоза, но при этом мы видим по МРТ, что опухоль там исчезла или уменьшилась более чем на 50-80%. Без патоморфоза так не было, нет? Ну, вот, вот. Там стабилизация была от ПМРТ. Ну, такое сомнительное, да. Вот, то тут могли бы задуматься. Вот. Ну, мы бы выбрали такую тактику. Но здесь была выбрана терапия от Эзолизумаба. Вот. Причем, так скажем, пациентка на ней прогрессирует. Ей ее оставляют еще. На 4 месяца она еще прогрессирует. Ну, вот я говорю, тут как бы идет немножко в разрез уже, потому что мы выбрали бы несколько другую тактику. А от Эзолизумаба оставили мы, наверное, на тот момент, просто потом была выполнена биопсия, я сразу немножко пролиставил. вперед. И уже в материале биопсийном стопроцентная экспрессия ПДЛ. Мы бы вот на этот момент бы оставили от Эзолизумаб, наверное. А если бы на вашей терапии не появилась бы эта экспрессия? Ну, тут, тут, вот, я говорю, то есть, если мы на вот этом этапе вот здесь вот, так скажем, меняем тактику, да, вот, точнее, да, вот, так скажем, на вот этом, то дальше тут, возможно, вообще все немножко пойдет по-другой. Так скажем. Ну, хорошо. Мы вас услышали, мы поняли, действительно, здесь можно сделать и так, и так. В принципе, у нас иммунотерапия, разрешено ее использование в первой линии, если мы уже использовали платиновую химиотерапию в переоперационном режиме, поэтому это не является, там, ошибкой или оффлейбл. Это можно так делать, но, конечно, возвращаться или нет, это большой вопрос, вот с учетом, там, вот Этезолизумаб, да, у нас низкий ПДЛ, и химиотерапия, а у нас не было патоморфоза. Ну, вот здесь палка о двух концах, и действительно какой-то ответ. Но в итоге на Этезолизумаб-то ответ был? Не было, к сожалению. Тоже не получилось. Да, можно дальше. Вот. То есть и получается, потом пациентке после Этезолизумаба был назначен ДОТСТАКСЛ, и на нем она также спрогрессировала, ну, дальше прогрессия продолжилась, то есть эффекта не было. Ну, и вот тогда, вот последний слайд. Уже на вот этом этапе была выполнена еще одну, так скажем, гистологическую... Ну, давайте я чуть-чуть в этот случай. Вот мы, да, назначили Этезолизумаб, эффекта не было, назначили ДОТСТАКСЛ, на него тоже не было эффекта. И в этот момент у пациентки был выполнен трепан-биопсия надключичного лимфоузла, было подтверждено, что это метастаз ротелиальной карциномы, и кроме того, еще было показано, что у нее вот такая произошла конверсия ПДЛ, он был негативный, остал 100%. Это, конечно, для нас было абсолютно неожиданностью, что такое вообще бывает. И вот здесь у нас встал вопрос, соответственно, вот что делать дальше? Пробовать все-таки режимы платины, которые у этой пациентки уже были очень давно, или вот видя такую как-то ультраэкспрессию, или как это называется, ПДЛ-1, попробовать все-таки иммунотерапию. Вот это был тоже такой вопрос. Как бы вы поступили? Мы бы попробовали, если бы мы не применили платины еще на тот момент, мы бы, наверное, все-таки попробовали реиндукцию вот на этом этапе тогда хотя бы, все-таки. Скажите, а может... ЭКОК 0,1? Да, а иммунотерапию мы поставили для поддерживающего режима. То есть все равно есть, преиндукции не было, мы вот сейчас ее попытались применить с поддерживающей иммунотерапией. Понятно, у вас группа платинофилов. Нет, ну, как бы... Скажите еще, можно еще вопрос Марковича? Вот СПС-100, это все-таки, я так правильно понимаю, может быть, я на секунду ответить, что это же определяют больше для пембролизумаба, вот эта система? Или... Ну, собственно, в ситуации, когда мы не знаем, какую терапию иммунным препаратом, каким конкретно будет получать пациент, мы стараемся по всем доступным системам оценивать. Есть вопрос относительно выбора Т-системы, но, тем не менее, здесь описана экспрессия в опухолевых клетках 100%, то есть если мы будем это переводить в ТПС, ТПС 100%, и 100% иммунных клеток в пределах образца, и они все ассоциированы с опухолью, то есть IC3, если мы будем говорить в этих категориях, и интегральный показатель ТПС 100, то есть по какой системе не считай, это ПДЛ гиперэкспрессор. То есть тебе без разницы, соответственно, какой препарат использовать? Да, тут есть один подводный камушек для именно гиперэкспрессоров, которые имеют 100% экспрессию, особенно в опухолевых клетках, потому что есть такая штука, называется конститутивная активация экспрессии ПДЛ-1, она возникает, ну то есть обычно у нас уровень ПДЛ-динамический параметр, и он зависит от взаимодействия между опухолью и ее микроокружением, и он может повышаться или снижаться. А если есть мутация в генах, которые кодируют белки иммунного ответа, в том числе ген, кодирующий ПДЛ-1, просто уровень будет шкалить в 100% клеток. И так как это не адаптивная экспрессия, а постоянная или конститутивная, то, как правило, вот такие вот стопроцентные экспрессоры не отвечают на иммунотерапию. Но это им мочевой пузырь, и здесь есть иммунные клетки, и иммунные клетки определяют на самом деле чувствительность к иммуноонкологическим препаратам в таких иммунозависимых опухолях, и здесь 100%. Поэтому здесь мы все-таки можем рассчитывать на то, что это иммуночувствительная опухоль, и она может иметь ответ на иммуноонкологические препараты. А то, что у нее не было изначально эпидельген, может включиться через какое-то время? Да, это может быть как бы вторичное мутационное событие, в том числе там на фоне прогрессии биологической, или на фоне терапии цитотоксической, которую она все-таки у вас получила. То есть это может быть вторичное мутационное событие, да. То есть получается это не истинная экспрессия? Мы не знаем. Получается, мы не знаем. Мы знаем, что есть разные механизмы. Есть механизмы адаптивные, а есть механизм конститутивный. И вот когда получается 100%, тогда если мы делаем только тест иммуногистохимический, у нас нет конкретного ответа, каков именно механизм в конкретном случае. Просто мы должны помнить о том, что есть такие. Это как раз таки категория пациентов, гиперэкспрессоров, которые и не отвечают на иммунотерапию. Видимо, по крайней мере, часть из них за счет такого механизма. Ну вот такой вот кейс. Сейчас пациентке мы назначили все-таки иммунотерапию, увидев такое заключение. И пока эффект мы не знаем. Буквально получил только два введения пембролизумаба, поэтому будем ждать и узнаем, все-таки будет у нее ответ или нет. Ну вот, да, такой сложный кейс. Действительно, мы многократно обсуждали возврат к препаратам платина у этой пациентки. И вот, как вы видите, так к ним и не вернулись. Ну и в итоге, что из этого получится, будем смотреть. Спасибо большое. Спасибо.